Всем привет! Это линуксовые фишечки. Сегодня будем говорить про разрешение, про permissions. Для начала я подключусь к своей машинке на Яндексе, на Яндекс.Облаке. И воспользуюсь супер лайфхаком, который Ctrl-R, чтобы искать в истории. Я напишу... Он, кстати, видишь, на маке работает тоже. СССР. И вот то, что я подключался. Помнишь, там в одном из моих видео, вот эти два ключа, они у меня еще здесь. Нажимаем Enter. Что? А, потому что я не на Деск теперь. Вверх. Ой. Поробуем подключиться. И оно что-то не подключается. Давай посмотрим, что там нам скажет Яндекс.Облако. Консоль. Компьют клауд. И смотри, он почему-то остановил мою машину. Схера ли, непонятно. Но будем знать, как бы, что Яндекс вот такое делает. Вы действительно хотите запустить? Хочу. Я не говорил ее останавливать. Может, это вот из-за того, что я такое собрал, ну, там, сконфигурировал вообще просто отвратительный, совершенно отвратительную виртуальную машину за 200 рублей в месяц. Что даже ее останавливают. I don't know. Так, running. Пробуем еще раз. Что-то все равно не подключается. Еще раз. Что-то все равно не подключается. Яндекс, верни мне мою машину. А, он ей, наверное, айпишник дал другой. Давай посмотрим. Ну, это тогда вообще свинство. 84, 72, скопируем на всякий пожарный. Да, другой, прикинь. Connection refused. Схуяли, блядь. О, yes. Залогинились. Ну, вообще, странная история. Так, control L, чтобы очистить, ты помнишь. LS, а файл он мой... О, файлы сохранил. Прикол. Смотри. Он ее остановил, поменял айпишник. Жесть. Окей. Права. Мы говорим сегодня про права. Значит, lsal. Вывести все файлы, которые в директории, и длинное описание. И права – это вот эта вот штука. Какая-то абракадабра, которой, на первый взгляд, кажется. Но это не абракадабра. Первая буква – это тип файла. То есть, если прочерк – это просто файл. Если d – это директория. Бывают там еще линки, еще какие-то типы файлов. И дальше идут, значит, разрешения. Дальше всего идет их раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Первое – это разрешение для юзера. Второе – это разрешение для группы, в которой может принадлежать юзер. А третье – это для всех. Вот, значит, соответственно, r означает read, v означает write, в write, да. И x – это execute – выполнять. Вот. Значит, вот здесь также еще выводится, ну, как бы, ну, группа, которой принадлежит этот файл, да. То есть, вот если у меня пользователь является членом группы admin, то для него будут права вот эти вот, да. Он только читать, допустим, сможет bash-логаут. Вот. Если он сам админ, то он сможет еще и писать туда, read, write. Вот. Execute – ни у кого нет. Вот. Значит, теперь, чтобы менять, чтобы… Вот, давай на примере моих файлов, которые я создал, вот, файл 1. Чтобы менять, значит, разрешение, мы используем команду, значит, чмод. ChangeMod, да. Значит, можно спросить, да, ты помнишь, man. Чмод. Чмод – такое слово не очень приятное, как бы, да, но… Так вот его назвали. Вот, значит, changes the file mode bits. Вот, то есть, как бы, в Linux'е за разрешение отвечают, вот, именно, как бы, конкретно биты в файле в самом начале. Вот. И мы их меняем. Почему это так? Сейчас я покажу. Кур-ку. Вот. И смотри, допустим, я хочу написать, что у меня вот этот вот файл, файл 1, да, он доступен мне для того, чтобы его читать, писать и исполнять. Но всем остальным он вообще никак не доступен. Я напишу чмод 7.0.0 и имя файла. Файл 1. Вызываем снова ls. ls можно в истории не искать. И теперь смотри, где мой файл. Вот он. Видишь, смотри. Теперь я, как админ, да, у меня пользователь админ называется, я могу его, делать с ним все, что угодно, а все остальные, даже если они принадлежат группе админ, то они ничего сделать не смогут. Также и все остальные, кто у нас в системе, там, вдруг к этому файлу, да, как-то в директорию его сможет попасть. Вот. Значит, теперь, что же вот это за магическое 700? Вот. Значит, 700, как бы здесь три числа, да, ты должен так рассуждать. Первое для юзера, второе для группы и третье для всех остальных. Вот. И чтобы понять его смысл, да, то ты можешь, значит, сделать следующее образом. Написать Linux Permission Table. Зайти в Images. И вот я знаю, здесь есть вот эта табличка. Вот она. Я ее увеличу. Она в не очень большом разрешении, но все равно видно. Вот, ну, видишь, Unix Permission Mask. Дальше идет вот то, что мы сейчас с тобой наблюдали. Вот она, да. И дальше идет как... То есть, видишь, смотри, по сути, это табличка, да, где проставлено R. Если единичка стоит, значит, можно читать. Если нолик, то нельзя читать. Да, и это вот комбинация из трех, значит, ноликов и единичек. И вот эта вот семерка, да, именно в десятичной системе, это всего лишь, вот, ну, если вот это, это в двоичной системе, да, получается, вот, ну, запись там, например, 1, где у нас там, 1, 0, 1, да. Если мы переведем это в десятичную, будет 5. Вот. Но ты можешь просто этой таблицей руководствоваться, когда раздаешь эти права, и все. Вот, так же, допустим, вот смотри, сейчас я сделаю вот такой трюк. Значит, Ctrl-U очистить. Кстати, Ctrl-U это не только очистить, но это еще как бы вырезать, скопировать в буфер. Если я сейчас нажму Ctrl-Y, то оно вставится. Смотри, Ctrl-Y, чик. Вот, и причем в буфере у меня по-прежнему в моем, на Mac, по-прежнему IP-шник. То есть, это буфер был там. Удаляем. Ctrl-L очистить. Вот смотри, сейчас я сделаю файл. Ну, мы знаем команду, смотри. Значит, echo, например, high, да. Это print high. Теперь я сделаю файлик, в который, значит, я добавлю следующую строчку. Я, точнее, сделаю вот так вот. Я сделаю vim, значит, script.sr. Расширение абсолютно не важно. Я здесь пишу echo high. То есть, это уже основа баш-скриптинга. Вот, там еще можно, ну, нужно писать, как бы, комментарий, да, вот это. Может быть, ты видел, делаются файлы, там пишется вот так вот раз, что-то там это, и там, я не помню, что-то шоссе. Но я не буду этого писать, потому что он, в принципе, и так должен запуститься. Vim сохранить zz большое. Shift, зажать shift два раза z. Так. И теперь, значит, я хочу этот скрипт запустить. Для этого я просто говорю, значит, скрипт. Где он у меня? Он же у меня. Вот, у меня появился, вот он, видишь, скрипт. Я пишу, ну, вот так, из текущей директории. Что же он его не находит-то? Скрипт точка шоссе. Вот, смотри, видишь, баш мне говорит, permission deny. Почему это происходит? Потому что, если я напишу lsal, то ты увидишь, что вот он, значит, вот этот файлик, и у него не стоит разрешение на execute. Xа нету. Вот, видишь, здесь X есть, здесь его нету. Вот, я могу его добавить. И можно делать еще вот так вот, смотри. Chmod плюс X, то есть добавь X, и он добавит его ко всем, и к пользователю, и к группе, и ко всем остальным. Chmod плюс X, скрипт точка sh. Так, lsal, смотрим. На этот скрипт, видишь, зелененький. Это значит, что, видимо, подсвечивает executable. Вот, и теперь везде появились X, видишь? Ой, удалить. И теперь я ту команду повторяю, смотри. И он у меня выполнил то, что написано у меня в этом скрипте. Have fun! Субтитры сделал DimaTorzok